Выездные строительные планерки с участием главы района продолжаются. Сейчас в муниципалитете возводится сразу несколько крупных социальных объектов и важно, чтобы все работы выполнялись качественно и в срок. Строительство центра единоборств на городском стадионе вступило в завершающую стадию. Основной объем работ выполнен. Сейчас началось благоустройство прилегающей территории. Рядом с центром будет сделана парковка в асфальтобетонном исполнении. Оборудованы пешеходные дорожки. После окончания работ приступят к озеленению территории. Внутри здания все внутренние работы также подходят к завершению. Завезено спортивное оборудование, которое будут устанавливать. Роман Синеговский пообщался с подрядчиками, высказал ряд предложений по благоустройству территории. Завершить работы планируют в самые кратчайшие сроки. Еще один важный социальный объект, который возводится в нашем городе, это детский садик на 320 мест. Из-за сложной экономической ситуации и подорожания материалов сроки строительства немного сдвинулись. После обсуждения возникших проблем были найдены новые механизмы работы. Подрядчики заверили главу района, что все упущенные сроки будут наверстаны. И к концу года садик будет введен в эксплуатацию. В ходе выездной строительной планерки Роман Синеговский посетил Анастасиевское сельское поселение, где в рамках краевой программы «Дети Кубани» построен коттеджный поселок для детей-сирот. Некоторые дома уже заселены, но январские снегопады и обильное выпадение осадков выявили проблему на данной территории. Она подвержена подтоплением. Чтобы помочь новоселам, было принято решение подсыпать грунтом эти места, а также сделать ливнистоки, что позволит отходить в воде в основной канал. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».